Они все с удовольствием пели, их было много, но это вызывало, скажем, такой интерес. Когда собирался этот слюк, это было на что посмотреть, потому что огромное количество людей. И плюс к тому, к нам обратился тогда, через, опять-таки, райконку Суббола, обратился к нам тогда Киевский войной наук, который попросил, не можете ли вы нам показать, как это у вас происходит, сколько у вас и ориентирования, и туризм, и это самое. И мы начали с ними тогда заниматься, проводить, и тогда началось движение военных, первое движение. Это был Киевский военный округ, и началось тогда движение, потому что туда пришел человек, который занимался в группе сельскох войск в Германии, Гри, 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 Грицк, ну, в общем, он не какой-то, какой-то. И он начал, он был человек, который нам вначале показался очень простым, а потом, конечно, просто нормальный, хороший организатор, хороший специалист, который заставлял людей, ну, вот он привозил команду, он заставлял все училища. И там было 9 училищ, я так понимаю, да, потому что порядка 9. И вот 9 училищ тогда начали приезжать на слеты, мы делали для них специализированные слеты, и, как это ни странно, но в них туризм, благодаря этому Гиричу, Гирич, полковник Гирич, значит, благодаря ему начало это все очень сильно развиваться. И каждое училище практически имело команду, и каждое училище практически вышло на тот уровень, который для тех времен считался уже достаточно приличным спортивным, потому что спортивный туризм сам по себе его пытались закрыть раз в 10. Продолжение следует...